Ну, во-первых, позвольте мне сказать, что война это, к сожалению, единственное встряхивающее, уцеломудривающее средство, которое возвращает патриотизм в политику, молитву в школу, верность в семью, переживание друг за друга, сострадание в общество. И многие вещи просто возвращаются, как ни странно, благодаря войне. А мирное время на контрасте. Это время изобилия хлеба и вина, время стяжательства, время блуда, гордыни и всего остального. И когда возникает вопрос, а можно вообще иначе? Как-то вот очищаться без войны. То, конечно, хочется очищаться без войны, но никому это в голову, так сказать, по-серьезному не приходит. И поэтому люди, так сказать, напрашиваются на неприятности. И потом, как последний козырь из рукава, как последний довод, последний аргумент, как бы приходит беда и уцеломудривает человека. Значит, поэтому мне хочется первое сказать, значит, по поводу этого фильма, что такие фильмы, это фильмы о простых людях. То есть простой человек вообще, в принципе, отсутствует в таком широком смысле, в кинематографе, вот в сытые времена. В обычное время героем, так сказать, героем, закавыченным героем сериалов, там, не знаю, там, Большого метра, там, Короткий, в принципе, мало снимается, только студентами, там, на курсовых. Героем Большого метра является очень ограниченный круг людей. Какие-то вечные бандиты, какие-то вечные исследователи, бегающие за этими бандитами. Какие-то вечные секретарши, там, жены-разлучницы, там, какие-то любовные треугольники. И вплоть до, там, какой-то, скажем, до, ну, до уличных женщин, до панельных женщин. Ну, как говорит, там, допустим, там, Святой Николай Сербский, я очень люблю этот образ. Вот если за стол посадить всех тех, кто пользуется почетом, уважением, вниманием, все тех, кому мир платит признательностью, любовью и с придыханием смотрит на них, или вживую, или на глянцевых картинах, там, обложках, то это будут олигархи, бизнесмены, олимпийские спортсмены, какие-то, значит, раскрученные певцы и певички, которые могут и петь не умеют, но, тем не менее, раскручены. Там будут обязательно даже гангстеры над этим столом широко накрытым, как бы. Там будут, извиняюсь, и проститутки, эскортницы какие-нибудь, которые, там, ловят миллионеров, значит, на больных местах. И там не будет места ни Иисусу Христу, ни простому человеку. То есть за этим широко, раскрытым столом мирной жизни и внимания человеческого будут кто хочешь, кроме простого человека, обычного, и Иисуса Христа. Они вообще не нужны. И вот наступает время беды, когда вот беду же вывозит на себя простой человек. Именно на плечах простого человека вывозится любая беда. На плечах, там, не только бойцов, которые, там, сейчас платят кровью, значит, и оторванными конечностями за то, чтобы мы сидели спокойно, но и там женщины, которые, там, шьют эти маскировочные сетки, там, с молитвой, люди, которые, там, собирают последние, отвозят эти, значит, там, по копейке собирают, покупают буханки эти, там, медицинские, чтобы возить раненых с точки соприкосновения, там, в тыл. В общем, простой человек вывозит на себе опять эту беду, и это очень такая, значит, знаковая вещь, которую нужно заметить. И вот сейчас начинается эпоха, ну, время, какой-то период времени, когда опять время зайти простому человеку в область нашего внимания. Такие простые истории. Когда война Великой Отечественной была, то она же не только ознаменовалась там перекройкой политической карты мира, по сути легитимации советской власти, потому что до Великой Отечественной войны власть воспринималась как узурпаторская и все, даже теми, кто воевал за нее. Все поняли, что построен какой-то монстр. А уже потом, когда Великая Кровь пролилась, и, значит, Великий Враг был повержен, произошла легитимация советской власти. То есть Красное Знамя перестало быть знаменем большевиков, стало знаменем победы. У нас было больше с кровью ассоциироваться, чем с большевистским переворотом. И там появилось много таких вещей. Например, там возникла лейтенантская проза, возникли такие серьезные романисты, такие большие писатели, которых война перелопатила, они остались людьми, они вынесли оттуда какой-то большой опыт и начали им художественно делиться. Там появились, скажем, Астафьев, Богомолов, Васильев и огромное количество менее известных писателей. Вот и сейчас такое время наступает. Сейчас люди будут писать об этом стихи, будут петь об этом песни. Они с разной степенью художественности, с разной степенью таланта, потому что таланты неравномерно распределены в мире. Но они будут выговариваться, их будут слушать. То есть самое главное, что они свой голос донесут, потому что это станет интересным. Простому человеку теперь можно говорить. Понимаете? То есть бывают времена, когда простому человеку негде что-либо сказать, и его никто не будет слушать. Будут слушать бездарные какие-то шоу-бизнесы вечные, какие-нибудь ток-шоу, набившие всякую оскомь, уже перешедшие всякие грани, всякая оскомь. Не знаю, но до сих пор на федеральных каналах идет поле чудес. Ну, Господи Иисусе Христиану. А что еще нужно? То есть сколько еще нужно людей закопать, и сколько панихит отпеть, сколько еще надо заплакать, чтобы перестать заниматься этим безобразием. Как будто эфирное время больше нечем заполнять. Наверняка есть, и потом будут люди стучаться в эти двери, но, может быть, Бог даст, они откроются. Ну, как бы поле чудес в стране дураков, это же такое макроунижение огромному народу. То есть если по телевизору, значит, то просто после слова поле чудес нужно стать многоточием, и ты, как бы, если читал Буратино, ты понимаешь, где это поле чудес, как бы. И это наше общее коллективное название, это оскорбление, которое нам дали по морде, как бы всем мы утерлись и смотрим дальше. Это продолжается во второй год войны, это все продолжается. Хотя я уже вначале сказал, что война вносит патриотизм в политику, в милосердие, в среду простых людей, мужество в мужиков, верность и ожидание в женщин. За спиной каждого ушедшего на войну мужчины должно быть, ну, 2-3 женщины. Ну, мама 100%. Мама-то 100% должна быть за спиной воюющего мужчина. А если он женат, то жена, если у нее есть дочери, то дочерь, если он имеет девушку, а но не женился еще, то невесту, значит, там, в принципе, за каждым воюющим мужчиной должно быть 1, 2, а то и 3 или больше молящихся женщин. Где эти женщины, я спрашиваю? У нас что, любят... А просите священника, у нас что, кратно увеличилось число ходящих в церковь? Нет. Нет. А сколько нужно еще похоронить людей? И какими путями нужно транслировать человеку эти простые мысли о том, что, ну, во-первых, смерть, она тотальна. С ней же нельзя договориться. И у смерти есть только один враг, смертельный враг смерти, это Иисус Христос. Больше не с кем там, как бы, разговаривать не с кем. У нас всеми остальными смерть смеется. Над Академией наук она смеется, она смеется над институтом философии, она смеется, значит, над любителем долгожительства, там, над Полем Брегом, над всеми сидящими в позах хатха-йоги. И смешно. Все эти упражнения, как бы, наши, там, как бы, там, попытки, там, не знаю, там, сбросить вес, отремонтировать зубы, знаешь, чтобы жить как можно дольше. Это смех один, как бы, значит, смерть серьезный враг. И она никуда не уйдет, пока Христос ее не упразднит вместе с адом, как написано. Но вот это Иисус Христос и смерть, вот два, как бы, непримиримых врага, он сильнее ее. Но разве он нам интересен в этом смысле? И почему, повторяю, не стало больше людей в храмах? Почему? Или наплевать, как бы, до лампочки, как бы, или что? Ну и что? Ну как это ответить, как бы? Или это не мое дело? Как говорил Амбросий Оптинский, там, что если вот, представьте, какое-то большое село, и на конце этого села, например, там, почему-то людей начали вешать. Поставили эти самые переносные виселицы и берут одного за одним и вешают, как бы. То есть, если на конце села начнут вешать, на втором конце села грешить не перестанут. Там, говорит, на втором конце села скажут, до нас еще не скоро дойдет. Это Амбросий говорит преподобный, потому что у меня, как бы, легко прикрыться за его авторитетом, как бы. Это вот слабоумие такое, легкомыслие, как бы, оно характерно для людей вообще. Ну и, как бы, к сожалению, как бы для русского народа. Поэтому подобного рода культурный продукт, который там, фильмы же смотрят с разными глазами. Есть глаз простого человека, есть глаз специалиста, там, отборочной комиссии, там, они там художественные какие-то нюансы, там, выцепляют, они там смотрят скрытое цитирование, там, ну и так далее. Что там в этом фильме есть с точки зрения художественного, профессионального. А нам-то простыми глазами что надо? Нам надо, во-первых, понять, что чужих бед не бывает, и беда вошла в наш дом, не в их дом. Не в Донецк же зашла беда, беда вошла в наш дом. Так вот, братья и сестры, мы с вами, в принципе, простые люди, как бы, знаете, как у меня в голове одна из такая перестроечных времен, такая штучка такая, типа там, ну, сцена такая, представляете, выходит, такой человек на сцену говорит, ну, а что я мог сделать один, говорит, потом с другой стороны выходит другой, говорит, а что я мог сделать один? Выходит еще третий, говорит, а что я мог сделать одна? И так постепенно наполняется сцена людьми, в конце концов, там, 100, 150, 200, которые потом все, сначала каждый в разнобой, а потом все в один голос, а что я мог сделать один, как бы, ну, и очевидно, понятно, что они не один, что их довольно много, вот, и понятно, что раз вас много, то вы что-то могли сделать, но каждый из них не был в этом коллективе, то есть каждый был действительно один, ощущал себя, вот мы сейчас с вами, кто мы сейчас с вами, каждый из нас, как бы, один, или мы включены в нечто общее, большее, какой-то больший организм и механизм, через которых можем реализовываться, значит, надо найти свое место в церкви, вообще на самом деле, и в обществе, в воюющем обществе, надо найти свое место в воюющей стране, вот, допустим, как вот конкретный пример, у нас есть около шести госпиталей, по-моему, профильных госпиталей, в которых лежат эти пацаны, которые оставили свои руки и ноги, вот, и унесли с собой какой-то чуждый металл в себе, какие-то пули там где-нибудь, там, сям, у кого есть свободное время, нужна ли, может быть, какая-то ваша помощь, или материальная, или там физическая, или руками, может быть, нужно что-то там помыть, постирать, можно будет действительно прийти просто там поиграть, поговорить, там, еще что-нибудь такое, то есть, как-то включиться в этот вопрос, это тоже может быть конкретным выводом из этого фильма, потом фильм, как бы, значит, любое, любое, это самое, любое явление культуры, это какая-то скрытая библейская цитата, что бы вы ни взяли из хорошего, то, что уже отстоялось, просеялось сквозь фильтр времени, потому что есть такая, есть такая макулатурная такая вещь такая, которая, как газета, прочел-выбросил, прочел-выбросил, такое же есть и в кино, и в музыке, и в культуре, и в литературе, везде есть, а есть вещи, которые просеялись через сито времени, прошло сто лет, эту книжку все равно читают, если сто лет прошло, эту книжку все равно читают, значит, в этой книжке есть что-то, что сохраняет актуальность на все времена. Ну, где, скажем, ты читаешь, он снял сюртук и одел шлафрок. Я, например, не знаю, что такое сюртук, шлафрок, но я продолжаю читать Онегина, потому что там ни о сюртуках, ни о шлафроках. То есть культура изменилась, одежда поменялась, все поменялось. А смысл Онегина не поменялся, и он мне важен. Так вот, вся любая литература, большая литература, а из большой литературы рождается большое кино. Но литература и кино – это связанные вещи. Не будет литературы, не будет кино. Сначала должен быть сценарий, сначала должен быть текст. Сначала нужно написать. Потом тоже нужно прочитать, понять, вообразить, как это в картинке будет выглядеть, зашить туда скрытые смыслы, и потом уже дальше техническая работа. То есть сначала текст. Любые тексты, они имеют какую-то скрытую отсылку к Евангелию, вечные тексты. Например, этот фильм, он с этим благословенным хиппоэндом, действительно, спасением, встречей. Это как бы такое, отпускай хлеб твой по водам. То есть девочка ходит играть чужим с мыслью о своем. У каждого из нас болит свое, но ты идешь к другим, у которых что-то похожее, и смотришь на них глазами своей беды, и находишь в них родовые черты со своими родными. Это общий принцип, как одна мама писала тому же Николаю Сербскому, который мне уже вспоминал сегодня. Говорит, Владыка, погиб мой сын на войне, и сын мой был один. И ладно, этой беды уже хватит, чтобы потерять всякую радость в жизни. Но еще есть у меня одна беда, я даже не знаю, где он похоронен. Даже не могу прийти к нему на могилу. Говорит, вообще, короче, я одна как перст на свете, и единственный свет моих очей в земле, и я не знаю, где. И что мне делать? Он ей говорит, «Мать, вся земля – это одна большая могила. Выйди за порог твоего дома, коснись земли за порогом, и веруй мне, что ты коснешься края могилы твоего сына». Потому что вся земля могила. Но, наверное, мать, у тебя есть там рядом с тобой какие-то кладбища. Наверное, есть. Ну, везде есть кладбище. Пойди на них и найди брошенную могилу. И ухаживай за ней так, как будто это могила твоего сына. И твердо верь второе, что кто-то будет так же ухаживать за могилой твоего сына. Где-то там, где ты не знаешь. Понимаете? То есть это работает. Это работает. Как, например, любые учителя, если с ними поговорить, если вдруг получится с ними поговорить, о том, что у них болит. У них много чего болит. Учителя – это затравленные, засыпанные бумагами. Люди с маленькой зарплатой и очень большой ответственностью. Но, тем не менее, у них еще есть такая специфическая беда. Они занимаются всю жизнь чужими детьми. И у них нет времени заниматься своими. Мама всю жизнь проверяет чужие тетрадки. И у нее нет времени реально проверить уроки у собственного сына или дочери. И тем более, там, в классе говорят, это нельзя, это нужно, это можно. Так не делайте, так не поступайте. А кто это все скажет моим детям? Потому что они остаются невоспитанными. Учителя, они живут дома, они живут. Они всю жизнь пропадают в своих школах. И, как бы, им тоже нужно чем-то утешиться. Я говорю, слушайте, если вы честно будете заниматься чужими детьми, наверняка займется кто-то, кто честно займется вашими. Потому что это так работает. Вот этот фильм тоже, в принципе, учит нас об этом. Если вернуться к, значит, то самому, я преступным образом, как бы, ушел от главной темы. Я начал и, как всегда, как бы, улетел. Но, чти отца и матери. Тут, значит, смотрите. До этой заповеди существует еще четыре. Если вы помните, то есть заповеди не даны человеку в разбросанном порядке. Ну, кстати говоря, там, если спросить, там, а ты знаешь десять заповедей, то я уверен, что далеко не каждый их знает. Начиная, там, я Господь Бог, ты, там, не створи себя кумира, там, значит, не приемли имени Господа в сущий день и субботний. Я уверен, что многие этого не знают. Потому что Слово Божие читается плохо, читается мало, читается выборочно, читается кусочно, так, кусочками. Так, там вырвали цитату, создали себе иллюзию, и мы что-то знаем. Десять заповедей нужно выучить. Мало того, что они, как бы, сохраняют свою актуальность, они до сих пор не выполнены. Если бы люди выполнили заповедь, не кради, можно было закрывать тюрьмы и суды. Суды гражданской юрисдикции. Закрывать это все-то не нужно. Можно всех судебных приставов уволить, как бы, значит, пусть землю пашут, как бы, или цветы выращивают. Потому что, если бы мы исполнили заповедь, не кради, ну, все, как бы, жизнь бы сделала семимильный шаг навстречу краю. Ну, и так же и не убитым, и так далее. Так вот, заповедь в чте отца и матери такая понятная. Это пятая заповедь. До нее есть еще четыре. Первые, там же две доски было с заповедями. И на первой доске были заповеди, потому что они к Господу Богу. А на второй доске были заповеди, потому что они к человеку. Это социальные. То есть, как крест такой получился. То есть, вертикальная координата это заповеди к Богу, к Нему. А горизонтальная координата это то, что у нас, так сказать, как я должен относиться к вам, вы ко мне, я к вам, вы ко мне, и все мы друг к другу. Это горизонталь. Вот перечисление этих горизонталей дает там крест. Эти две скрижали. И первые четыре нужно, само собой, конечно, знать. То есть, нужно бояться Бога, других богов, кроме нее, не знать. И так далее, и тому подобное. А пятая, про почитание отца и матери, она открывает собою весь комплекс заповедей, которые касаются человеческих отношений. Все начинается отсюда. Заповедь о почитании отца и матери вообще имеет, как любая заповедь, любая заповедь имеет свойство расширяться. Расширение заповеди, это вдруг радостное узнавание того, что смысл ее гораздо шире, чем написано. Например, не укради вот та же самая заповедь. Можно ведь красть, банально руку в карман засунуть, как там Костя Сопрыкин на Замоскворечье, по карманам, помните, мелочь щипал в этом известном фильме, вместо встречи в них нельзя. Это самый понятный вид кражи. Но можно же красть чужое время? А можно красть чужие идеи? Можно украсть чужую научную работу? Можно украсть чужую славу? Можно украсть чужое доброе имя через клевету? Красть можно, что хочешь, с утра до вечера. Поэтому, когда кто-нибудь скажет, я ничего не крал, не спешите. Хорошо подумайте, потому что, скорее всего, вы тоже что украли, просто не поняли, что вы украли. Заповеди имеют свойство расширяться. Заповеди имеют свойство рождать из себя другую заповедь. Как только ты исполнишь одну, ты захочешь исполнить другую. Все заповеди связаны между собой некими цепями, невидимыми. Так же, как и грехи. Невозможно совершить только один грех. Невозможно. Сразу же совершишь еще какой-то грех. Стоит тебе что-нибудь сделать такое, что омрачит твою совесть, а как-то так реально тебя прибьет к земле, как ты тут же согрешишь там и унынием, и самооправданием, и осуждением, и злобой, а потом начнешь грешить от отчаяния и так далее. То есть грехи и заповеди связаны. Совершая одну, ты совершаешь другую. Пятая заповедь о почитании отца и матери, она рождает из себя все остальные заповеди, касающиеся общежития человека-человека. Вот, например, убийство. Да, вот оно уже шестым идет. И если, значит, оказывается по смыслу, если ты пренебрежешь заповедью о почитании папы и мамы, то ты неизбежно скатишься к нарушению заповеди о пролитии крови человеческой. То есть они нарушаются тоже в своем последовательности своей. То есть если заповеди о Боге пренебречь, отбросить их, просто забыть про Бога, а оставить только заповеди о человеке, получится полный кошмар. Вот весь наш прошлый период времени, советский период так называемый, который мы до сих пор пытаемся осмыслить. Мы ведь до сих пор еще не осмыслили его. Ленин лежит, где лежал, и мы-то не понимаем, а что это было, хорошо там было, плохо было, и хорошо, и плохо, а сколько этого хорошо, а сколько этого плохо. Никто же ничего не понял до конца. Кто-то понял, кто-то нет. Ну, в целом, страна еще не до конца перевернула страницу. Так вот, советский проект, это было что? Это была попытка исполнить вторую часть заповедей. Не кради, не прелюбодействуй, не желай чужого, в этом чте от своей матери. Это нам все было. Но первую, как бы, да не надо первую там. Бойся Бога, люби Бога, слушай Бога. Это не надо все, потому что Бога якобы нету. А вот людей любить надо. Бога нет, а людей любить надо. Это и есть социализм. Что такое социализм в сжатом виде? Это любовь к ближнему без любви к Богу. Ближнего я люблю, особенно пролетария, особенно, который тяжело работает, а о Богу я не молюсь и про Бога вообще не думаю. Что получилось? Сначала великий всплеск, трудовой, энтузиазм, а потом великая катастрофа. Крошки и ножки остались с этого проекта и очень быстро остались. Какие-нибудь там древние империи существовали многими столетиями. А это за 70 лет вскочило, как прыщ, и исчезло, как с громом и шумом. И нету ее. Потому что пренебрегли Господом. То есть пренебрежение Господом. Это первое и главное. Оттуда нарушаются все заповеди. Что мы можем ждать от человека, который не уважает, не чтит святыню Божию, там, скажем, там, ну, ну, это много примеров. Так вот, чти отца и матерь, из нее рождается все остальное. Эта заповедь в расширении своем заставляет уважать всякого взрослого человека. Ибо он похож чем-то на бабушку мою, она, или он на дедушку моего. И вообще Господь Бог изображается в Писании иногда как ветхие днями, как некто древние. И в законе написано «Увидишь седого, вставай». То есть «При виде седины, вставай, ибо я Господь Бог твой». То есть «Бойся оскорбить старика». В лице старика ты оскорбляешь святыню Божию. То есть это расширенная заповедь, это вообще заповедь уважения к старшему человеку. А еще к начальнику, кстати. Что начальники – это Богом поставленные люди над нами, которые не ангелы, это не архангел Михаил, это не архангел Гавриил. У них есть тоже свои грехи и слабости, но почитание отца и матери требует почтения к начальству. Только исполнение одной этой заповеди, только ее одной превратило Китай в то, что мы сейчас из него знаем. В XIX веке в Киеве был один профессор Киевской духовной академии, и он говорил, китайцы не имеют Божьего откровения. Они не читают Евангелие, они не поклоняются Христу как Господу. Они вообще как бы не религиозный народ, они народ закона и философии. У них есть своя этическая философия, конфуцианство, и там нет понятия, вот Господь сказал, Господь требует Богу поклонись. Такого там нет. Но у них есть нравственные ориентиры. И главнейший нравственный ориентир Китая это пятая заповедь наша. Чти отца и матерь. То есть уважай, бойся папу и маму, бойся их проклятия, жди их благословения, уважай, ухаживай за их могилами, когда умрут, корми их в старости, уважай всякого старого человека и слушайся начальства. Это в широком смысле все заключено здесь. И вот только на одной этой заповеди, при отсутствии всех остальных, всего остального они просто не знают. А это они хорошо знают. Они выстроили огромную цивилизацию, которая сегодня предъявляет претензии на то, что вообще всем миром командовать. То есть такая сила есть в заповедях. В заповедях скрыта огромная сила. В заповеди о сострадании скрыта сила. Когда вы, например, выпадете в больницу, не обязательно к раненым бойцам, ладно, больниц вообще много. И куда бы вы ни пошли, вы попадете в какой-то филиал какого-то маленького ада, потому что попадете в ожоговое отделение. Просто какое-то малое дитё в отсутствие мамы полезло на плиту и перевернулась в чайник. И обварилась бедная. И потом вы придёте к этому маленькому несчастному малышу, а там таких малышей несчастных, которые что-то на себя перевернули, где-то обожглись, там была куча. И там мамы с выпивающими глазами, и там доктора, и эти жуткие язвы на них. Ну, боже, куда я попал? Можно я в какое-то другое отделение пойду? Ну, пойди. Пойди куда-нибудь в травматологию, пойди в гастроэнтерологию, пойди туда, пойди сюда. И ты везде найдёшь какое-то море страданий. Море страданий ты найдёшь везде. И когда ты начнёшь сострадать этим людям, когда ты начнёшь или посещать их, или ходить к ним, или собирать деньги на им, на лекарства, или что-то ещё начнёшь им делать, ну, просто по заповеди, как Господь сказал, я был болен, вы посетили меня. Давно ли ты был, например, в больнице, если у тебя никто не болеет? А зачем мне туда ходить? Если я не болею, у меня никто не болеет, чём мне туда по больницам-то ходить? Какой скажет обычный человек? По заповеди Господь сказал, я был в больнице, вы пришли ко мне. А давно ли ты посылал посылку в тюрьму? А с какой стати? У меня в тюрьме никто не сидит. По заповеди, я был в темнице, вы пришли ко мне, тоже посетили меня. Давно ли ты голых одевал? А где голые? Ну, там можно найти, в принципе, раздетых. Сейчас зима начнется, сейчас будет много раздетых. Давно ли ты одевал своих раздетых? Посмотри, в шкафу наверняка висит какой-то пальто, который ты в жизни уже не оденешь. В наших шкафах куча хлама, который мы никогда уже не оденем. Или одеваем раз в год. Давно ли ты хлам свой перетряхивал в немаловые шкафы, чтобы одеть кого-то голого, реально голого, раздетого? Вот в приближающуюся зиму. Да нет, в принципе, этого не делал. А зачем? Затем, что Господь сказал, что заповедь так требует. Как только ты начнешь это все исполнять, то ты получишь вот эту такую пользу, что будет большой вопрос, кто кому помог. Ты помог этим больным? Или присутствие твоего этих больных помогает тебе? Это же тоже вопрос большой. Как вы говорили, режиссер этого фильма, она посещает там разные вот эти точки боли, госпиталя и прочее. И я думаю, что и вы подтвердите мои слова и согласитесь со мной, что вообще непонятно, кто кому помогает. Потому что люди получают такой, такой заряд не знаю чего, наверное, благодати Духа Святого в том числе, и такую перемену взгляда на окружающую жизнь, что это потом ведет их по жизни, понимаете? Вот вы идете по красивой, улице красивого европейского города, по Новому Арбату. Кругом сияют рестораны, кругом ходят красиво одетые юноши и девушки, кругом как бы жизнь бьет ключом, эта жизнь красивая и манит тебя к себе. Только деньги давай, как бы, а вот миллион удовольствий. Но свернитесь с проезжей части куда-нибудь в больничку и поднимитесь на второй этаж, понюхайте запах больницы и посмотрите на людей, которые ходят там за стенку держать. Или это будет родовое отделение, или это будет гериатрическое отделение, какое хочешь отделение, и ты попадаешь в параллельный мир. А потом ты там часик посидишь, выходишь на улицу сытого, богатого, красивого города и у тебя начинается раздвоение. То есть где настоящая жизнь? Здесь или там? Или как-то их можно совместить? Вообще как на эту жизнь смотреть? Жизнь это рано, братья и сестры, жизнь это рано. Либеральное общество, потребительское общество, все эти общества, модели этих общества, они предлагают нам иллюзорный взгляд на мир, как на непрестанную ярмарку развлечений, как непрестанный супермаркет со скидками. В принципе и чувства рая нет у современного человека. Современный человек довольно инфантилен, для него рай это супермаркет, где все можно купить и денег хватает. Другого рая он не знает. Это еще сказал один американец Эрих Фром в 50-х годах. Он говорит, рай современного потребителя это просто супермаркет, а у него огромная дисконтная карта, он может ходить и брать все, что ему нравится. Это и рай для него, а больше у него рая нет. И вот ты, когда попадаешь в другую жизнь, настоящую, там, где лекарством пахнет, там, где плачут люди, там, где человек попал туда с двумя ногами, а вышел с одной, у тебя меняется взгляд на эту порнографическую действительность, к которой мы все так принюхались, и старые, и малые, что получается вопрос вообще, кто кому помог? Больные мне помогли исцелиться от моих иллюзий, или я помог кому-то больному, там, подушку ему поправил, там, или воды поднес. По идее, все это должны сказать бабушки, внукам, мамы, дочерям, отцы, сыновьям, там, или отцы, дочерям, мамы, сыновьям, там, бывает, что так это лучше доходит. Короче. Но, видите, распалась связь времен. И мы не всегда находим в лице старшего поколения учителей и подсказчиков, потому что сейчас иногда должно яйцо курицу учить, это очень больно и неприятно, но это необходимо и неизбежно, потому что ну, вот так вот получилось. Когда старший человек старшего возраста начинает там что-то там… Говорит, говорит, ну, такое время было, батюшка, ну, что же вы там, вы же понимаете, ну, мы же так… Такая была жизнь, мы так жили, как все жили, да, мы все понимаем, это еще… Что тут непонятно? Все понятно, как бы. Хотелось бы, что все было вот так вот, как бы по роду и по преемственности, а нет, получается, что молодые прозревают раньше, чем старые, и старые должны было молодых учить, а яйцо повзрослело раньше, курица, тоже беда такая есть, понимаете? Так что этот фильм безотносительно к тому, что мы посмотрели, шедевр, не шедевр, да? Это честный фильм о настоящей жизни. Настоящая жизнь, она же не, ну, она не под софитами, как бы, она не за столом, не за застольем. Это же тоже не жизнь, как бы, она не в президиумах, она не нигде там, не на глянце. Настоящая жизнь, она вот такая, вот, там, где человеку больно, на самом деле, рана мира обошла меня, и жизнь жива помимо нашей воли, как сказал один поэт. И я вообще, честно говоря, думал, смею надеяться, что должна вся Россия это понять. Для этого надо кино даже можно не снимать, это надо просто понять просто как-то внутренним чутьем, что наступило грозное время испытания, дальше будет еще что-то такое крутое и неизвестное. Вы что думаете, что сейчас вот это закончится и все, и мы опять начнем там балдеть и веселиться? Да нет, скорее всего. Будет что-нибудь другое, менее, менее ожидаемое, еще менее ожидаемое, чем война с украинцами. Мы готовы были воевать с кем хочешь, как бы, но только не с украинцами. Тут хрязь тебе, самую неожиданную войну мы получили. Самую неожиданную войну. И будущие события будут еще более неожиданными. Мы получим удары с тех сторон, которых не ждем. Ну, значит, нам нужно перешифровать свое сознание, нужно по-другому посмотреть на то, что уже прожито, что еще осталось. И вообще, как бы, значит, так сказать, ну, заняться вот хотя бы, то есть комплексным возвращением к истокам. Невозможно, например, говорить о заповеди, например, пятой, не говоря при этом о четвертой и потом о шестой. Но, в конце концов, нельзя говорить о заповедях отдельно, нужно говорить о первой, второй, третьей, четвертой, пятой, до десяти, до конца и дальше уходить в Новый Завет. Это все в комплексе. Я уже успел много наговорить, пожалуйста, пока хватит. Пока хватит. К тому же, я не знаю, что вы поняли, что нет вообще нужного вам это вообще или нет. Может, вам это не надо совсем. Батюшка, а можно я скажу? Да. Ой, вот первое, что хотела сказать. Вы говорили простой человек, простой человек несколько раз. На самом деле, вот эта тема простого человека, ты понимаешь, что времена не меняются, все повторяется. И вот эта тема простого человека, она действительно для меня самая дорогая, потому что о генералах, о генералиссимах скажут, с ним вот напишут, о простого человека. И дай Бог, чтобы не забыли этих простых ребят, которые сейчас в госпиталях. И наша задача их не забыть. Вот я сейчас прощу вам с ручки своего стихотворения. Да простого человека нет и дела никому. Он смиренно принимает эпидемию, войну, скажет в строй, пойдет и встанет, даже глазами морнет. А погибнет, что уж бывает, смерти не таки уберет. Мать земля щедра и новых нарожает, наплодит, жертвует собой готовых, жизнь отдать, коль долг велит. И душа их на распашку, на ветру лихих времен, как Иисусова рубашка, вместо флагов и знамен защитит, спасет, угроет ради мира на земле. Только мир не успокоит тех, кто рвется вновь к войне. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за просмотр. Наверняка есть какие-то вопросы. Действительно, сегодня вот, ну, тема была задана, но я сразу говорится, фильм очень многогранен. Поэтому вот все, что вы хотите спросить, да, задавайте. И отцу Андрею, и режиссеру. Пожалуйста, я могу сместить? Да, можно вас слышно хорошо. Скажите, пожалуйста, режиссер, это ваш первый фильм? Нет, на самом деле, у меня много фильмов, и они о детях, про детей. У меня несколько короткометражных, два полнометражных, и я родилась первое июня, в День защиты детей, защищаю их, как могу, и вот это первая моя драма. И этот фильм я сразу же выручу. Эти замечательные фильмы, где-то как-то, на каком-то ютюбе, на каком-то трататах, почему мы не можем это слышать на канале Спас? Ну, послушайте, я не отвечаю за редакционную политику канала Спас. Вообще ни разу, я никак не... В смысле, хоть как-то эту тему пробить? Значит, смотрите, канал Спас делает свою работу. Худо, хорошо ли, плохо ли, худо ли, бедно ли, как-то все это. Единственный канал у нас такой, нишевый такой. Он делает свою работу. И КПД, КПД 100% не бывает, и невозможно всем угодить, это вам это всем понятно. Так что он делает свою работу, спасибо ему за это на самом деле. То есть, лет 15 назад или 20, у вас не было не приснилось, что будет такой канал? Вопрос ведь в одном канале, невозможно, чтобы там, скажем, из 300 каналов был один духовно-нравственный, а все остальные бездуховно-безнравственные. Это неправильно. Любой канал имеет призвание, то есть, не только информировать, но и как-то и утешать, и просвещать, и поднимать. Человека легко опустить, его можно вести вниз, 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 он даже не заметит. А поднимать человека очень тяжело, и любой человек, который работает в поле информации, перед ним задается задача подняться и других поднимать, осветиться и других освещать. Это задача всего телевидения, всего инфоблока или всего вещательного процесса. Один спас не отдуется за всех. Эти фильмы, как вам сказал режиссер, они есть в Ютубе, пожалуйста. Вообще интернет настолько, ну как бы, он, кстати, не содержит в себе все. Есть вещи, которые вы захотите увидеть, не увидите, захотите прочесть, не прочтете. Но там есть довольно много. Все-таки он вывозит. И сегодня старшие люди уже умеют там нажать нужную кнопку, чтобы найти себе нужный канал там или нужную информацию, аудио, видео всякую. Поэтому интернет вывозит это все. Вопрос сейчас не в интернете, вопрос в целом в нашем народе на самом деле. Даже не во власти, не во власти нашей и не в тех, кто стоит за распределением там квот там в информополе. Вообще народ наш, болезнь-то касается всех. Не думайте, что больны только те, кто высоко залез. Больны все тоже. Вообще вопрос стоит по-другому. Мы же не пришли сюда получить, может быть, я не знаю, кто зачем пришел. В принципе, когда мы идем на такие всякие вещи, мы не идем за эстетическим удовольствием. Если наша цель заключается в том, чтобы получить некое эстетическое удовольствие, полезно скоротать время, то я боюсь, это может быть не то, что нужно. Это не та цель. Вообще цель и полагание должно быть у человека. А зачем я это делаю? А зачем я живу на свете, если честно? А чего есть еще такое на свете, что я не сделал, а надо сделать? И так далее. Я не думаю, что наша цель развлечь человека без греха. Как человека развлечь с грехом, это всем известно. А вот как развлечь его без греха? Как заполнить полезным контентом его свободное время? Это неплохие цели, но они не главные. Вопрос не в том, как бы мне так повеселиться, чтобы не согрешить. Или что бы такого интересно мне посмотреть, чего я еще не видел. Но это на самом деле эгоистические цели. Есть миллионы хороших фильмов, мы их просто никогда не посмотрим, потому что не успеем. Если мы поставим себе цель прочесть все хорошие книги, мы даже полпроцента не прочтем, ибо написано очень много, у нас просто жизни не хватит. Вопрос не в том, сколько ты прочел, сколько ты посмотрел. Вопрос, что ты понял и что делаешь, чем ты занят, о чем ты думаешь в конце концов. О чем человек думает после 40 или после 50? Он вообще понимает, что он по грани ходит? Без войны, чтобы испугаться за свою судьбу и чтобы стать чуть-чуть серьезней и начать молиться сегодня, а не завтра, и покаяться в грехах своих сегодня, потому что завтра может не наступить. Для этого не нужно войны на самом деле, не нужно никаких катаклизмов. Я еще раз говорю, любая больница вас встряхнет, любое кладбище вам даст немножко капельку ума, если вы туда придете, добровольно или невольно. Для того, чтобы взяться за себя в конце концов, за себя взяться, ведь не надо, можно сбиться с этой хорошей цели, давай-ка пора уже взяться за себя, особенно тем, кому уже далеко не 35. Однако не берутся люди, я же еще раз говорю, мужики пошли воевать, как бы женщин в храмах больше не стало. Видимо, не их мужики ушли, хотя даже их ушли, а не их не стало. Люди очень медленно серьезнеют, очень медленно исцеляются и не хотят исцеляться, и упираются, и когда перед ними поднимаются духовные задачи, они быстро соскальзывают в сторону в область эстетических удовольствий, в область приятного духовного времяпрепровождения. Послушаю-ка я музычку, гляну-ка я хорошее фильмецо, такой, ну не в этом же цель, цель, например, если вы посмотрели и поняли, завтра вы будете все в госпиталях, или в храмах, хотя бы, по крайней мере, или сегодня вечером вы на колени станете и скажете Иисусе, всесвятые царю, защите от плена, ранения и смерти всех бойцов наших, и не уснете, пока не скажете этого. Если вы этого не сделаете, то вы не поняли ничего, просто фильмецо посмотрели, ну как бы так, ну развлеклись как бы без греха, как бы время убили, спокойной ночи. Ну как бы, ну все же не об этом же, ну не об этом, е-мое, ну люди добрые, вот спас там, вот еще что-то там, глаз спас, да это все не о том, не о том это все, спас ни в чем не виноват, слава богу, что он есть, он не сможет как бы заместить с собой все телевидение. Да ладно, скажите это им, напишите им письмо и скажите, что вы недовольны их редакционной политикой. Я сам недоволен там магазином на диване, например. Но извините меня, телевидение это очень дорогая штука, радио дешевле, телевидение очень дорогая штука. И мы должны с этим, мы должны понять, что мы не в раю живем, и что есть некоторые ограниченности в нашей жизни, вы как взрослый человек должны это понимать, что КПД не бывает 100%, в абсолютно хороших вещах есть капелька не абсолютного. В радикально, мы не дышим радикально чистым воздухом, мы бы от него отравились, мы дышим какой-то газовой смесью, в которой все, что хочешь, от чужого пота до выхлопных газов. И такая наша жизнь, извините, если там, у нас 5% людей по-настоящему веруют, это видно в Пасху, например, остальные делают вид, что Бога нет, как бы, как они умирать собираются, я не знаю. Поэтому, что вы от спас этого бедного хотите? У нас все с грехом пополам, все сикость-накость. Вы, в какую область человеческую тему ты не зайдешь, все висит на волоске. Разве вам это неизвестно? В любую душу залезь, и ты в такие потемки попадешь, что скажешь, мама, где выход? Зайдите в школу, там будут свои проблемы, зайдите на предприятие, там будут свои проблемы. Куда бы вы ни зашли, там будут проблемы. Не ищите мест, где нет проблем. Да мир погибает, мир сгорит, между прочим, не ровен час, не сегодня, не завтра. Начнется пожар вселенской катастрофы, начнется вот то, что сказано, написано в последней книге. Мир будет гореть, и мы будем гореть внутри него. Вы что хотите вообще от мира? Это несерьезно. Мы погибаем, между прочим. И уж кому-кому, а людям взрослым нужно понимать это в конце. У них же есть память своего детства, память взрослого. У них вообще должен быть какой-то багаж жизненный, чтобы они предъявили нам, как твердый хлеб, опыт своей жизни. Мы вообще-то ждем от стариков опыта их жизни. Мы ждем, чтобы они были учителями нашими, чтобы нам было легко исполнять заповедь «Чти отца твою мать». Чтобы дедушка сел, седовласый добрый дедушка, а к нему малышня позгребала и вся как рыбки в аквариуме. Деда, расскажи там, что там про Ноя, про Авеля и Каина. И деда бы там рассказал им и как рыбу ловить, и как дудочку вырезать. И в том числе про то, почему это самое, слабых обижать нельзя, и почему Христос воскрес, и что это значит для меня лично. Нету этого. Нету этого. И бабушки тоже, из десяти бабушек одна может расскажет тебе, отчина же тебя выучит, заставить выученную жизнь. Остальные не скажут, потому что сами не знают. Старики не передают опыт молодежи, потому что у них нет опыта. Жизнь сменилась, картинки сменились, как бы они сами растерялись в этом огромном мире и сами не знают, как жить. Понимаете вы, нет? Вы же должны понять уже перед порогом будущей жизни, уже в конце концов, чем будем дурака валять, там, прятаться сами от себя? Перед порогом будущей жизни об этом нужно думать не пятилетнему, конечно, еще пока, но шестидесятилетнему точно нужно думать. Перед порогом будущей жизни мы даем себе отчет наше прожитом и видим, что мы все в дырках, как хороший сыр. Мы, оглядываясь, видим лишь руины, как сказал мне старый раб перед таверной. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Поэтому давайте будем серьезными. Мы не хотим, чтобы давайте примем хорошее законодательство. Давайте поменяем власть. Давайте выйдем на демонстрацию. Давайте поменяем вот это, вот это. Это ничего не поменяет. Все готово к концу. Понимаете, все, как Ахматова писала, к смерти все готово. На самом деле, если по большому счету. Вопрос, как нам выжить. Вопрос выживания поставить перед собой. Как мне не заслужить проклятие Божие. Как мне в день страшного суда стать направо, а не налево. Как мне не провалиться в тар-тарары. Об этом надо думать. Это кино тоже об этом, между прочим. Как один человек, понимаешь, заработал себе великие деньги и большую известность, рисуя нищих в бедных кварталах. Ходил там с альбомом и рисовал значит там этих всех этих опущенных ниже плинтуса людей. А потом рисовал, рисовал, а потом ему стыдно стало. Он сказал, хватит рисовать, пора помогать. И он начал какой-то фонд там создал, чтобы этих людей вынимать из этого дна. Вот это мы хватит рисовать, пора помогать. Это переход от эстетики к этике. От созерцания красивых штучек к деланию самими собственными руками чего-то доброго. А надо еще понять, что. Надо совершить переход. Если мы просто посмотрели кинцо и ни в одной больнице ваших рук и ног не будет никогда с помощью больным и раненым, то зачем вы его смотрели? Чтобы потом порассуждать, что я ходил там, а я ходила. Это не о том. Из любого события нужно делать нравственные выводы. Иначе так и умрешь, ничего не поймешь. Вот мы посмотрели. Считаете ли вы нужным? Там показали только несколько образочков на кухне. Помните, вот что касается иконок. Нужно ли более явно в таких фильмах проводить духовную какую-то линию, линию спасения? Либо достаточно показать узко историю семьи? И не было ли у вас мысли такие, привести это каким-то образом? Может быть, храм, может быть, молитву, может быть, какие-то вот такие духовные там результаты. Это раз, и к заповеди вот этой. Это прям меня как многодетной мамы тоже, да, волнует. Как отец Андрей, вы соотносите пятую заповедь, и есть такое библейское выражение, отлепится от отца и матери, да, и станет одноплоть, потому что сейчас большой в этом конфликт происходит, да, даже вот когда поколения живут, что все-таки первоочередным образом помогать старшему поколению, досматривать, ухаживать, либо выстраивать все-таки больше вот эту вот семейную между мужем, женой, детьми, воспитанием, потому что в интернете очень трудно найти, и много конфликтов, я просто тоже общаюсь с семьями, да, и спасибо большое вам, да, за ответы и за беседу. Я просто скажу, что когда я снимала это кино, во-первых, каждый фильм стараюсь делать как будто последний, и здесь была задача не соврать, ни на граммочке не соврать, поэтому здесь специально художник не ставил тут икону или там образовочек, хотелось бы затопленную Никольскую церковь снять давно, хотя тоже мне художник говорит, а при чем здесь Никольская церковь, это Донецк, я говорю, мы должны ее снять, немножко помородила там Любовь и операторы снимали, когда уже нельзя было на квадрокоптерах летать, он говорит, сейчас меня отберут технику и все, и говорю, мы снимем этот кадр, с Божьей помощью, мы его снимем, поэтому вот как сердце чувствовала, так и снимала, без каких-то усилений, специальных. Спасибо. Мне кажется, что по первому вопросу, что христианское, это православное кино и прочее, значит, оно не о православии должно быть, православное, христианское кино может быть о чем хочешь, то есть там, вот о детской музыкальной школе, о футбольной команде, о полете в космос даже, наверное, это православное кино, это кино, снятое православным человеком, понимаете, оно скрытое смыслы, гораздо глубже усваиваются, вот это вот, когда тебе рубят с плеча и навязывают тебе эти горящие свечки и звонящие колокола, как бы, это уже отсекает зрителя, а не привлекает, а вот скрыто Евангелие вообще пронизывает все, Евангелие имеет свойство пронизывать все, если человек любит Иисуса Христа и понимает всю серьезность вообще того, что мы пришли в мир и будем отвечать за свое пребывание в нем, он пытается спрятать имя Божие всюду, и имеющий уши услышат, имеющий очевид, поэтому православные, нам как раз не хватает не даже православного кино, православных режиссеров, потому что он будет снимать все, что хочешь, и оно будет нормально. А по второму, поскольку мы уже, так сказать, прощаемся, значит, на сегодняшний день, мы уже выбрали лимит времени, слава Богу, значит, это тянет на целую лекцию, но я вам очень коротко скажу, до выхода замуж самый главный человек ваш, это папа и мама, после выхода замуж самый главный человек это муж, папа и мама уходят в сторону, недалеко, правда, их видно, но они серьезно удаляются от вас, и вы становитесь мужем одной плоти, и самый важный человек в мире для вас это муж, а сохраняя любовь папе и маме, а вы признаете Божий закон, они отдалились, ибо вы получили себе, значит, главу и хозяина. Когда у вас родятся дети, самая большая любовь ваша, тревога ваша, переживания ваши, плоть ваша и кость ваша, сердце ваша и кровь ваша, это все-таки муж, а не дети, рожденные вами, то есть, не рожденные вами, не родившие вас, не близки к вам так, как близок к вам ваш муж, и когда вы накрываете стол, и разливаете там борщи, супы, там и что-нибудь еще, и даете, значит, там толеньки, дусеньки, там этому, там этому, потом себе, сначала отцу, первый кусок отцу, первое доброе, то есть мужу, первое доброе слово ему и вся забота ему, и только тогда ваши дети потом будут относиться к вам, как к матери и жене, ну, к жене своего мужа и к матери, тогда все станет на места. Нельзя идолопоклонствовать перед детьми, они не главные, главный муж в семье, и жена, жена и муж, и перед родителями нельзя присмыкаться и раболепствовать, ибо родители тебе много чего наговорят, студенточка звонит маме, мама, мама, я забеременела, делай аборт, продолжай учиться в столице, что ты сейчас забеременеешь, бросишь в институт, не надо, давай, делай аборт, разберемся, давай, мама тебе насоветует, есть такие мамы, что тебе много, что насоветуют, и слава богу, значит, что у нас есть этот заказ, правильно сказать, оставить отца, свою матерь, и прилепиться к жене, маму любить надо, не потому, что, не на сентиментах, не на эмоциях, а по заповеди, ему же нужно любить, не на сентиментах и эмоциях, а по заповеди, и заповеди нам, в случае, нам очень точно это все говорят, поэтому, надо все поставить на свои, еще раз говорю, надо все поставить на свои места, оно все стоит не на своем месте, везде, боль и радость, деньги, счастье, отпуск, любовь, там, наслаждение, там, кино, вино, домино, но все перемешано, все стоит на своих местах, потому что у людей нету веры, настоящей веры, несмутной такой, несмутной догадки о том, что там что-то есть. Люди это верой называют. Смутное предчувствие, что там что-то есть. Это не вера, это инстинктивное чувство будущей жизни, и не более того, это очень важно, оно должно быть у человека. Но это еще не вера, надо иметь веру Божию. И веры Божией нету в большинстве людей. Есть эмоции и сентименты. Хочу, не хочу, нравится, не нравится, буду, не буду. Есть заповедь, надо. Поэтому любить мужа женщине замужней нужно больше всех, включая даже рожденных ею детей, он главный. И это закон Божий, от него все остальное. Спасибо.